Горят на солнце помидоры, но сегодня не о помидорах. Обещанный салат из престарелых огурцов. Вот примерно такого качества. Даже при самой тщательной уборке всегда остается несколько вот таких, будем говорить, престарелых объектов. А в конце огуречного сезона их бывает даже очень много. И что с ними делать? В соленые огурцы они уже не годятся. Салат как-то тоже не принято из такого продукта делать. Вот я вам предлагаю вариант очень интересный. Как такие огурцы пустить в дело. Для начала они очищаются от кожуры, затем тонкими такими нарезаются полосками, будем говорить. Мухи одолевают осенние, поэтому камера иногда может прыгать. Затем лук чистится, нарезается кубиками. Лук берем вот такой белый салат, красный. Это для мяса. Это знаменитый чеботарский лук. Правда сейчас он по-другому называется. И затем вот в такой отдельной посуде, миски наливаем туда мацони. Это очень полезный кисломолочный продукт. И будем его, этот продукт, сдабривать. Во-первых, с сахаром. Немножко подсыпем мы сахара сюда, потому что он кисловатый. И будем так это все мешать не спеша. Ну не буду я затягивать ваше время. Затем перец. Перец красный я очень люблю. И соль. Соль адыгейская с примесью специй. Все это тщательно перемешивается. Отбиваясь от мух одной рукой, другой рукой перемешиваю ингредиенты. Можно подлить сюда растительное масло, но это на любителя. Но обязательно надо добавлять сюда петрушку. Вот было видео. Снимала я петрушки. Мелко она порезанная. В общем, договорились мы, что масло на любителя. А петрушка обязательно здесь должна быть. Все это таким образом перемешивается. Отбиваясь от мух. Со всех сторон они прямо здесь зверствуют. И погружаем сначала огурцы. А затем вот эту, вот это мацони, сдобренное сахаром, солью и перцем. Сахар нужен для того, чтобы убрать излишнюю кислоту. И получается блюдо называется Пальчики оближешь. Перевешивается оно. Ну, если вам нравится, можете добавить масло растительное. Я не люблю. Как-то пропадает вся свежесть и прелесть этого салата. Тщательно надо перемешивать его. Не буду я тянуть время. И дать ему необходимо настояться. Минимум часа два. И подавать можно как закуску, а можно как гарнир. К рыбе или мясу. Все время тянется взгляд к таким шикарным красным помидорам. Следующее видео будет о помидорах, запеченных со специями и сыром. Всего вам хорошего! Приятного аппетита! Субтитры сделал DimaTorzok